Так, ну что, время у нас уже подошло, значит, еще раз добрый вечер всем. Давайте начинать. Сегодня у нас четвертая лекция, и мы начинаем такую небольшую серию из лекций, посвященные, собственно, в рамках нашего курса, посвященные работы с MapReduce. Почему у нескольких лекций? Потому что тема такая относительно глубокая, многие вещи, опять же, можно сделать, используя эту парадигму. Вот, и умещать это все в рамках одной лекции довольно-таки проблематично, потому что, ну, как там, опять же, показывает некоторая практика, все это получается по верхам. В общем-то, мы решили сделать, выделить для этого несколько лекций. Сегодня первая лекция называется «Введение», но она больше посвящена, скажем так, практической стороне, то есть как вообще работать с MapReduce в фреймворке Hadoop. И вторая лекция будет посвящена уже именно разработке каких-то имплементаций алгоритмов, перенос алгоритмов на MapReduce. Ребята, давайте только не к вам кладем. Вот. И, то есть, как там, пилок мы закончим именно построение обратного индекса с помощью MapReduce. И на третьей лекции уже поговорим про работу с представлением данных в виде графа на MapReduce, и как их можно обрабатывать, опять же, с помощью Hadoop MapReduce. И там будет рассмотрен вариант реализации подсчета так называемого пейджранка небезызвестного. Так, мы тогда начнем. Немножко, собственно, повторим, как бы вообще, что такое MapReduce и как он работает. Еще раз, чтобы у всех, в общем-то, было представление окончательно. Как я уже говорил, это такая классическая схема того, как... Которая, вернее, схема, которая была обозначена в статье от компании Google, которая на свое время зарелизила и рассказала, как они используют MapReduce. Вот. Соответственно, что у нас тут есть? Есть основные части. Это некоторые входные файлы, затем фаза, собственно, мапа, затем некоторые подготовительные, промежуточные файлы, которые хранятся на жестком диске, фаза редюса, причем на локальных жестких дисках, фаза редюса, и, собственно, на выходе мы получаем выходные файлы в распределенной файловой системе. Да, и входные файлы мы получаем тоже из распределенной файловой системы. Ну, поэтому рассмотрим, собственно, так называемый workflow, который реализуется следующим образом. Ну, в таком, в некотором классическом представлении, то есть именно с точки зрения реализации MapReduce в Hadoop несколько отличается, соответственно, об этом чуть попозже, но, в общем-то, это не принципиально. Соответственно, первое, что это у нас, конечно же, есть какая-то программа, то есть, ну, по сути, как бы наше приложение, которое мы хотим обрабатывать данные. Мы его отправляем, приложение или программу, отправляем на некий мастер, то есть, это может быть как мастер-процесс, какой-то мастер-демон, мастер-сервер. Вот, по сути, как бы такая входная часть, которая управляет, в общем-то, всеми программами, задачами, приложениями, которые должны будут запускаться на кластере. Затем второй шаг – это мастер понимает, в общем-то, что ему нужно сделать и так начинает расшедулить, то есть, как это, по-русски? Планировать. Планировать, да, точно, спасибо. Вообще, на самом деле, очень, когда, когдааешь лекцию, всегда очень сложно переводить, потому что как-то вот в обычной речи многие слова, ну, уже у нас, к сожалению, немножко к счастью, вошли именно в том виде, в котором там шедулинг, шедулинг, да, в том виде, в котором они пришли из английского, ну, не суть. В общем, мы планируем какое-то количество мапперов, которые будут запускаться на отдельных выделенных процессах. Это могут быть как один сервер, так и разные сервера. Соответственно, здесь определяется количество этих мапперов и на каких, собственно, серверах, на каких воркер-процессах оно будет запущено. Вот. Вот, кстати, по поводу перевода, да, то есть, если переводить в воркер, ну, как-то рабочее. Ну, рабочий процесс, оно, конечно, можно сказать, но несколько другое-то, да, все-таки. То есть, воркер — это именно какой-то такой процесс, который что-то делает. При этом тут не показано, но, в общем-то, мастер должен, представлять, сколько на вход всем воркерам пойдет, какое количество данных и из какого количества файлов. Ну, в данном случае у нас есть некие входные данные в виде какого-то набора файлов. Это может быть, например, даже один файл. Соответственно, все они делятся на так называемые сплиты, то есть, некий блок файлов, блок данных, который может, опять же, состоять, вернее, в рамках одного файла может быть несколько сплитов, либо, если размер сплита больше размера файлов, соответственно, может быть, ну, то есть, как бы, не больше одного сплита на файл. Тем самым мы разбиваем все наше общее множество данных на сплиты, и мастер, опять же, определяет, на какой воркер, какой сплит пойдет обрабатываться. Затем, и параллельно к этому мастер отправляет, собственно, на воркер код функции мапа, да, который, вот он пришел к нему, он его отправляет туда в каком-то виде, в стерилизованном, и, соответственно, воркер его принимает с одной стороны, принимает данные с другой стороны и начинает на вход подавать данные от мапа, от сплита на вход функции мапера и их обрабатывает. Соответственно, по мере того, как он их обрабатывает, все данные копируются, это, локально на стороне воркеров отдельные файлики. И затем, а, причем, тут стоит отметить, что количество этих, ну, на самом деле, там, это может быть как один файл, просто он также разбит на части, но, в общем-то, не суть, пусть это будут отдельные файлы, количество этих файлов, оно равняется количеству редюсеров, которое затем будет запущено. Если у нас нашей задачи нету редюсеров, то, в общем-то, эта часть не нужна, и, по сути, воркеры будут сразу писать в output, в распределенную файловую систему. Я имею в виду, что на каждом локальном диске вот есть, ну, как бы, это один файл, разбитый на две части, то есть одна часть идет на один редюсер, другая часть идет на другой редюсер. Скажем так, до того момента, когда весь маппер не отработал, то есть не обработал все данные своего сплита, эти данные не будут копироваться на редюсеры, потому что, ну, ладно, это отдельно. Соответственно, это все хранится локально, то есть не в распределенной файловой системе, и затем, после того, как вся фаза маппера, маппа отработала, начинается фаза редюса, который, собственно, вот как уже правильно заметили, входные файлы получает копированием из локальных машин, с локальных дисков машин, где были запущены мапперы, то есть, по сути, если у нас здесь три маппера, то каждый редюсер будет копировать файл из трех машин, где были запущены эти мапперы. Ну, то есть, тут как бы сразу видно, да, что когда у нас количество мапперов будет очень большим, то вот эта операция, на самом деле, копирование, обычно она выполняется по сети, потому что далеко не... Ну, обычно, во-первых, редюсеров меньше, чем мапперов, потому что все-таки они уже получают какие-то более агрегированные данные, и обычно их общий размер меньше, хотя тоже не факт, и может быть, в принципе, наоборот, но это не так часто встречается. Вот, и вот эти все операции копирования, они тоже, в общем-то, отнимают определенное время, потому что здесь довольно большая идет нагрузка на сеть, ну и, собственно, на количество файлов, которые там открыты и так далее. Соответственно, прежде чем фаза редюса запускается, мастер-процесс ее также шедулит, то есть он знает, какое количество редюсеров ему нужно запустить, но это правда, и тем самым... вернее, он запускает это количество редюсеров на разных машинах, по возможности старается, чтобы минимизировать количество копирования по сети, но не всегда это, опять же, удается. вот, и после этого начинается фаза редюса. Тут, как бы, опять же, стоит отметить, да, что в фазе мапа, что редюсы, не обязательно, что все вот эти таски, как мы их называем, воркеры, таски, там, не принципиально, какие-то процессы, они не обязательно все будут запускаться одновременно, то есть у нас может, во-первых, может быть больше, чем у нас там сконфигурирован наш кластер, количество тасков, которые может работать, то есть больше, чем ядер там, вот, и также у нас могут работать параллельно задачи, которые тоже отнимают ресурсы, но, в общем-то, тут будет какая-то очередь, то есть может запуститься какое-то определенное количество тасков, остальные будут стоять в очереди ждать. Соответственно, когда ресурсы освобождаются, запускаются новые. Это тоже, кстати, одна из таких интересных вещей, как планировать правильно выполнение задач, когда на кластере работают много клиентов, запускают много задач, и в частности, чем больше кластер обычно, тем задач работающих параллельно больше. Естественно, если они все сразу запускаются, ресурсов не хватает, начинается вот некая такая борьба за эти ресурсы. То есть поэтому есть более приоритетные, есть менее приоритетные, есть специальные планировщики для этого. Но сейчас это, наверное, не настолько важно. Поэтому после того, как опять же все данные Worker скопировали себе, вот тут как бы параллельный процесс, то есть Worker копирует данные с каждой машины, где будет запущен маппер, затем он их, причем они уже частично сортированы по ключу, он их, по сути, сортировкой слиянием, как бы все объединяет в один большой файл. Собственно, этот файл также будет сортирован по ключу для данного редюсера и начинает его читать, ну и выполняя, собственно, поверх этих данных функцию редюса, которая к нему пришла от мастера. Параллельно, как только он эти данные обработал, он их, соответственно, записывает в output. Обычно это, опять же, распределенная файловая система. Тут в каких-то случаях это может быть не распределенная файловая система, например, это может быть база данных, HBase, но пока, опять же, мы рассматриваем общий случай. То есть каждый редюсер, ну, он как бы сначала, вернее, скопирует, имеется в виду output файл? Да, да. То есть тут, ну, если, опять же, по умолчанию один файл. То есть можно сделать так, что редюсер будет писать в разные файлы. Иногда это даже требуется специально. Вот. Но для этого есть, опять же, возможность в API хадупа так сделать, но это несколько, опять же, нестандартное решение. То есть в классической архитектуре как бы один редюсер, один файл. Тут, опять же, да, стоит заметить, что, как мы уже обсуждали, есть проблемы с тем, что, с одной стороны, все промежуточные данные пишутся на локальные диски. Это связано с тем, что, ну, дабы не нагружать, опять же, сеть, потому что, если мы будем писать это в HDFS, то мы должны будем реплицировать данные. Это дополнительная нагрузка, наверное, на сеть. Вот. А во-вторых, это быстрее. Вот. И тем самым возникает проблема в том, что, когда, например, какой-то, например, нода с каким-то воркером отвалилась, то результат этого маппера, он пропадает. Ну, потому что мы не имеем к нему доступа. Поэтому мастер должен обрабатывать эту ситуацию и, понимая это, перезапускать этот же процесс на тех же данных, которые к нему пришли, на другой ноде. Тем самым, как бы, надеясь на то, что все будет хорошо. И тут, кстати, потенциально, если у нас постоянно будет что-то отваливаться, да, то, как бы, эта фаза, в принципе, никогда не закончится. И это не очень хорошо. Поэтому, во-первых, стараются все-таки, чтобы эти процессы, это были не какие-то очень долгоиграющие. То есть, ну, желательно, чтобы они работали там несколько минут, ну, может быть, несколько десятков минут, чтобы цена перезапуска была недорогая. И второе, это то, что, в общем-то, вся сама задача по возможности, опять же, должна как-то не работать, не знаю, там, днями, неделями. Ну, то есть, как бы, потому что это чревато тем, что, скорее всего, она будет постоянно из-за каких-то нескольких отвалившихся нод что-то будет перезапускаться. Так, ну и, собственно, в рамках ходу MoPredus'а эта схема выглядит довольно просто. То есть, у нас, как я уже говорил, есть, то есть, без HDFS ничего не работает, все работает поверх него. Обычно у нас есть выделенная либо одна, либо две машинки, где запускаются такие вот мастер-процессы для, собственно, HDFS, это name-нода, которая в памяти все держит, всю структуру файловой системы и мета-информацию. И основной процесс это JobTracker. Тут стоит отметить, что эта схема несколько, ну, это как бы версия MapRedus'а версии 1.0, скажем так. Сейчас уже, в общем-то, начинается постепенно использоваться MapRedus' версии 2.0. Там схема более продвинутая, то есть, там нет такого выделенного процесса, как JobTracker. Там есть некий ресурс-менеджер, который, как бы, управляет ресурсами. По сути, это такая уже вещь, которая позволяет запускать не только вычислительные задачи, распределенные не только в парадигме MapRedus'а, но и, например, в какой-то другой. Но не суть, поэтому для упрощения мы пока рассматриваем, опять же, классическую схему. Тем самым, кроме этих, у нас есть наши slave-ноды, то есть рабочие машинки, которые, ну, желательно, чтобы были одинаковые по конфигурации, на них запущено обычно много дисков, на поверх которых запущена стандартная файловая система, Linux'а и, собственно, живет каждый демон дата-ноды, и поверх него работает, ну, вернее, и рядом же работает один task-трекер. То есть, это, собственно, опять же, всегда сделано для того, чтобы, ну, то есть, можно было, например, выделить какие-то машины именно с дата-нодами, эти с task-трекерами, но тогда, с одной стороны, у нас на task-трекерах, скорее всего, поставало бы много лишнего места, потому что task-трекеру нужно только место для вот эти промежуточные файлы, и, соответственно, они потом стираются. С другой стороны, опять же, для дата-ноды у нее как бы нету обычно никакой нагрузки на процессор, потому что, по сути, там все упирается только в диск и в сеть. И самое, конечно, большой был бы минус, то, что у нас не было бы локальных чтений, потому что task-трекер все, опять же, в этой схеме мастер пытается запустить какой-то процесс маппера на тех машинках, где находится на локальное наибольшее количество сплитов данного файла, например. Вот, тем самым он позволяет улучшить так называемую дату-локалити, то есть локальность данных, и минимизировать обращение по сети. Ну, по-любому, чтение последовательности диска — это быстрее, чем через сеть. Соответственно, в идеале, как бы, все task-трекеры будут читать локальные данные, ну, правда, через дата-ноду, хотя сейчас уже появились возможность читать напрямую, вот, и, соответственно, которая в свое время будет читать данные сразу с локальных дисков, а не обращаться к другим бета-нодам. Тут, кстати, надо было еще стрелочки показать, ну, ладно. Такая схема. Собственно, сам фреймворк map-редюсер, как понятно, да, ну, естественно, управляет полностью всем запуском задач, как бы, всем перезапуском task, распределяет, где что будет выполняться, также управляет именно раздачей данных, то есть, как и вот, основное, то, что он определяет, где лучше запустить task при свободном task-трекере, так, чтобы минимизировать чтение по сети. Кроме всего этого прочего, собственно, сам map-редюсер, он управляет именно синхронизацией вот этого всего процесса, то есть, ждет, пока отработает map-фаза, ждет, пока отработает reduce-фаза. Кстати, существует возможность, опять же, в map-редюсе от Hadoop начинать копирование данных, не дожидаясь, пока все map-р отработают. То есть, если какой-то map-р отработал, это на настраиваемая фича, когда один map-р отработал, то я, наверное, забыл сказать, что при запуске на самом деле задач вот, уже известно, какие будут редюсеры, вернее, какие map-р, естественно, и какие редюсеры, и на каких машинах они будут запущены. Вот, поэтому этот редюсер, процесс, он уже сможет копировать данные, то есть запускается, начинает копировать, тем самым уменьшая время, в общем-то, ну и снижая нагрузку, возможно, на сеть, если они все потом, если map-р отработал, много, редюсеров тоже много, и они начинают потом все копировать друг у друга, это такой, может быть, большой оверхед играет именно по нагрузке. Ну, естественно, да, обработка фейлов, и, конечно же, все это должно работать поверх какой-то распределенной файловой системы, потому что иначе оно не работает. Так, вот, собственно, map-редюс версии 1.0, он, как я уже говорил, в основном характеризуется двумя основными демонами, job-трекер и task-трекер. Собственно, job-трекер это тот мастер-процесс, который в классической схеме работает. Task-трекер это тоже демон, который управляет именно тем, калит, вернее, как, он управляет именно запуском тасков, таск это либо маппер, либо редюс, то есть, по сути, в терминах Hadoop map-редюса это слот, то есть, на весь кластер у нас есть какое-то количество слотов. Вот, мы должны их, опять же, в map-редюсе версии 1.0, мы должны их разделить на заранее оговоренное количество, ну, количество мапперов и редюсеров. причем это конфигурится через конфигурационный файл и нельзя динамически это изменять. Поэтому при запуске джоп-трекера он уже изначально знает, сколько у него есть мапперов всего на весь кластер, сколько у него есть редюсеров всего на весь кластер. То же самое каждый таск-трекер знает, сколько на его машине он может отдать под мапперы, сколько может отдать под редюсеры. Чтобы это соотношение каким-то образом изменить, нам нужно перезапускать джоп-трекер, по сути, это перезапуск всего мапредюса. Ну, казалось бы, не сложно, но в продакшн-системе, когда на кластере постоянно работают задачи, это дорогая операция, потому что пользователи будут явно не довольны этим. Вот. Это, кстати, одна из причин, по которой собственно стали реализовывать некую более общую схему, связанную, как я уже говорил, с реализацией так называемого ресурс-менеджера. Об этом мы будем говорить, но на другой лекции. Вот. Там, по сути, вот это отношение можно настраивать гибким образом, и для этого не нужно перезагружать весь кластер. Вот. Также стоит отметить, да, что на task-трекере опять же для каждого слота определяется количество то оперативной памяти, которую он будет употреблять. Тут тоже надо стоит исходить из общей памяти, которая у вас есть. Ну, и можно как бы сделать с некоторым запасом чуть побольше, скажем так, если всю память каждого слота сложить, да, плюс память на task-трекер, плюс там если у вас еще какие-то мастер-процессы запущены, в смысле не мастеры, а демоны, но чтобы оно не превышало общее количество памяти, потому что довольно-таки велика вероятность то, что одновременно будут запущены на task-трекере все, собственно, например, маперы и редюсеры, каждый будет потреблять там максимум памяти, которая ему надается, ну и кто-то из них будет, в общем-то, падать, потому что ему не будет хватать памяти, ну, либо машинки будут уходить в слоб, что тоже не очень хорошо, так, ну и в качестве примера, собственно, с задачей мапредюса вспомним, вот у нас такой был пример, это подсчет количества символов, то есть есть некое вхождение символов и символов, да, то есть из файлов, то есть это какие-то отдельные файлы, в данном случае не принципиально, вот, на каждом маппере мы считаем, там, каждый символ, сколько раз он встретился в данном сплите key value, который к нему пришел, после этого, ну, соответственно, маппер на выход пишет пары ключ, значения, где ключом является символ, значением является количество раз, который с него встретился, да, тут как бы однафазная межка пропущена, соответственно, после этого данные, вот, как я уже говорил, копируются и сортируются, обычно они по умолчанию все агрегируются и сортируются по ключам, но здесь как бы сортировки нету, потому что на каждый редюсер пришло по одному ключу, вот, но, если бы, например, у нас было бы два редюсера и какой-то, и какие-то два ключа пришли бы на один редюсер, например, а и b, то они, скорее всего, были бы в порядке а и b, то есть, если мы не определили функцию компаратора, соответственно, они агрегируются по ключу и в качестве значения мы имеем некий вектор тех количества вхождений, которые были здесь, с мапперов пришли, дальше мы считаем, например, общее количество и там пишем результат. Как вы помните, тут основная проблема еще возникает в том, что, дабы уменьшить количество одинаковых ключей и значения, мы применяем так называемые комбайнеры, то есть, это отдельные функции, которые выполняются на фазе мапа, ну, в данном случае здесь комбайнер сработал только на втором маппере, потому что у него были одинаковые ключи на выходе, то есть, одинаковые символы, соответственно, одинаковые ключи. И комбайнер, по сути, сразу их суммировал количество значений, тем самым на затем на редюсер у нас пошло не два значения, 3,6, а одно значение 9. Ну, здесь понятно, что это такая грущная оптимизация, но на большом количестве данных это иногда помогает. Комбайнеры штука такая, а, вот еще забыл сказать, ладно, сначала про комбайнеры. Комбайнеры штука такая, что несколько, с одной стороны, опасная, в плане того, что не всегда она работает, ну, в частности, например, в каком случае, то есть вот здесь у нас редюсер по сути считает количество вхождений какого-то ключа, то есть символа, например, там в тексте, да, вот, в каком случае комбайнер бы мы не могли применить. Ну, в общем, смысл в том, что, да, когда мы, например, один из примеров это посчитать какую-то статистику, например, там среднее значение для именно того количества там ключей, которые у нас есть, то есть сколько раз, ну, тут маппер не совсем хороший, может быть, пример, но сейчас вот если взять какой-нибудь пример, например, с вордкаунтом, то нет, сейчас пример, наверное, так сходу не придумаю, но обычно всегда, когда считается, например, что-то среднее, да, либо, а, вот хороший пример, у нас просто на вход есть некая последовательность чисел, мы ее хотим отсортировать и посчитать например, медиану, да, или среднее значение. Если мы будем применять комбайнер на каждом маппере, то есть посчитаем среднее с каждого маппера, а потом все это отправим в редюсер, то это будет уже не среднее, да, от всех чисел, вот, или там медиану, например, посчитать, да, мы же должны будем ассортировать все числа и выбрать то, которое посередине, вот, а применяя комбайнер, как бы, у нас будут уже искаженные результаты. Комбайнер тоже чуть попозже поговорим. таким образом, маппедюс это тот фреймворк, который упрощает нам, в общем-то, работу именно с распределенным в, именно ходу маппедюс, который позволяет упрощать работу с написанием программ распределенных вычислений и заставляет программиста писать только вот, ну, в основном это только две функции маппедюса, ну, и опционально, а, вот я, кстати, забыл рассказать еще про партишн. Партишн это тоже такая функция, которая отвечает за то, на какой редюсер, какой ключ пойдет, то есть партишнер. По умолчанию он собственно берет, например, хэш от ключа там по какой-то функции и берет остаток отделения на общее количество партиций. Общее количество партиций это собственно то количество редюсеров, которое у нас есть. Соответственно, выполняя вот это нехитрое вычисление, мы получаем номер того редюсера, куда данный ключ пойдет. Соответственно, понятно, что одинаковые ключи, естественно, пойдут на один и тот же редюсер, плюс у нас будут какие-то совпадения. Вот, если нам нужно несколько изменить партиционирование, например, это может быть в том случае, когда есть какое-то, ну, даже вот в этом случае, например, часто встречаемый символ или слово, и, скорее всего, в обычном тексте будет неравномерное распределение, например, каких-то символов и слов. Тем самым, если текста много, это выльется в то, что на какой-то редюсер ключей с количеством данных, которые будут распределяться на редюсер, будет неравномерное. Вот, плохо то, что тем самым мы как бы получим так называемый некий hotspot, то есть такой какой-то горячий кусочек нашей задачи, которая будет работать долго, то есть какие-то редюсеры отработают относительно быстро, потому что туда придут редко встречаемые слова или символы какие-то средние, а какой-то, например, будет работать долго. Вот, для этого, например, мы захотим каким-то образом их сделать распределение данных более равномерным и затем, возможно, еще раз над этими же данными запустить задачу агрегации их, но тем самым мы захотим переопределить эту функцию партиционирования, для этого нам надо ее будет написать самостоятельно. Ну и, собственно, если мы хотим писать функцию комбайна, то есть комбайнер, мы его также либо можем в каких-то случаях использовать ту же функцию, что используется для редюса, ну, в данном случае, например, они одинаковые, вот, но иногда это не, опять же, не работает и, скорее всего, ее надо будет тоже переписать. По умолчанию комбайнеры не используются, кстати. так, а теперь, собственно, уже будем переходить потихонечку к, так, кстати, прогринемся, что-то, тут заговорился немножко, переходить к непосредственно реализации MapReduce'а в Хадупе, то есть к его API. Насколько я помню, ну, конечно же, мы будем рассматривать в первую очередь API для Джавы, потому что оно более богатое, ну, и более интересное, позволяет много чего сделать. Вот. Если кто-то не знаком с Джавой совсем и вообще не будет ничего понятно, вы мне говорите. Здесь, в общем-то, нет никаких-то там, не знаю, суперспецифичных вещей, может быть, там, не совсем понятный синтаксис, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Я так понимаю, что часть все-таки с Джавой работала, поэтому им будет, я думаю, все понятно. Соответственно, первое, что, как у любого продукта, который сначала делался там для одних целей, точнее, для каких-то своих, потом потихонечку стал использоваться другими компаниями, у него есть старый API и новый API. Вот. Собственно, отличаются они довольно просто. А вот для тех, кто с Джавой не знаком, собственно, это такая строка, похожая на некую запись домена обратная, это на самом деле указание, в каком пакете лежит какой класс. Пакет это, по сути, namespace, который используется в Джаве именно для устранения конфликтов между различными классами. то есть вот. Соответственно, новый API лежит в пакете оргопатч Hadoop MapReduce, старый тоже самое оргопатч Hadoop MapRed. Вот. Старая API, в общем-то, насколько я знаю, сейчас по функционалу новая API в общем-то практически догнала и реализовала в себе все эти функции, которые были в старом, потому что, это когда появилось новое, там многого не было. Вот. И желательно использовать новый API, в общем-то, везде рекомендуется, если только там, опять же, в каких-то проектах много не завязано на старой API. Совмещать их также крайне нежелательно, то есть, как бы, либо старый, либо новый. А краеугольным как бы каменем вообще всей естественной MoopReduce в Hadoop является класс задачи, джобы. Он, по сути, представляет собой некую стерилизованную сущность, которую затем он передает на джобтрекер, и тот использует, опять же, этот код для выполнения на тасктрекерах, ну, и вообще, как бы, для запуска работы. Ему, в первую очередь, что нужно задавать, это указание путей input-output, откуда мы данные будем забирать и куда мы их будем складывать. Вот. также для данных, так как данные могут быть разного формата, нужно указывать формат данных, они могут, опять же, отличаться для input-а и output-а. Кроме всего этого прочего, мы должны также указать типы классов, которые используются для реализации маппера, редюсера, об этом тоже все чуть попозже, ну, и опционально комбайнера и партишнера. Также для всех типов, которые, вернее, для всех пар key-value, которые будут у нас использоваться, это, опять же, для input-а, для output-а, как маппера, так и редюсера, мы также должны будем указать этот тип. Тут, опять же, стоит отметить, что Java это строго типизированный язык, и тут все, в общем-то, должно соответствовать тем типам, которые мы указываем, то есть никакого там автоматического приведения. И, кроме всего прочего, обязательно нужно указывать количество редюсеров самостоятельно, которые используются. Это, кстати, не всегда так, может быть, сразу очевидно, сколько нужно редюсеров там, но опытным путем со временем постигаешь как бы дзен и как бы некие формулы, которые позволяют определить, то есть, примерно прикидывая, сколько данных у нас будет после мапперов, можно понять, сколько редюсеров нам нужно, ну и вообще, что они там будут делать, насколько тяжелые задачи выполнять. Вот. Но вот в новом API, кстати, нельзя указать количество мапперов, которые будут использоваться. то есть, обычно количество мапперов устанавливается автоматически. Автоматически оно устанавливается, исходя из общего размера данных, которых у нас есть, размера сплита, который у нас есть. Часто, кстати, размер сплита, вот я забыл сказать, размер сплита часто соответствует размеру блока в HDFS, если вы помните, мы говорили, что там размер блока довольно-таки большой. Это, опять же, сделано с точки зрения оптимизации, потому что гарантия того, что блок, ну, то, что данные будут локально, они будут на того размера, который у нас есть, который соответствует размеру блока. Тем самым, если у нас будет размер сплита в MAPREDUCE соответствовать размеру блока в HDFS, таск запустится локально, там, где эти данные лежат, то, соответственно, они все будут просчитаны локально. Если у нас размер блока, вернее, сплита будет чуть больше, то гарантии того, что все данные будут просчитаны локально, уже нету, потому что какая-то часть, возможно, подтянется с другой дата-ноды. Остальные два основных класса, естественно, которые используются для написания задачи, это отдельные классы маппера, отдельный класс редюсера, ну, слэш-комбайнер, который, потому что у него комбайнера внешний IP как бы тот же, что и для редюсера. Ну, это опционально еще партишнер, но если так, сбоку тут что-то прицепилось. в общем, в классе маппера нам нужно определить, точнее, реализовать по умолчанию метод map, естественно, свой, вот, и который на вход, в общем-то, принимает, очевидно, ключ и значение, то есть, в данном случае keyway это указаны типы, да, то есть, так как в Java есть такое понятие, как generic типы, ну, то есть, что-то похожее на шаблоны в C++, хотя они там несколько отличаются по своей концепции, вот, но в первом приближении будем считать, что это просто шаблоны. Соответственно, здесь мы должны при определении, ну, при определении класса, при определении этой функции указывать конкретные типы, которые соответствуют данному ключу и значения. И третий аргумент это такой вот объект контекст, который на самом деле позволяет работать именно с какими-то с неким, ну, то есть, получать и отправлять параметры, связанные с именно процессом выполнения самого таска в данном случае, вот, который затем эти данные все могут агрегироваться и, например, использоваться для статистики всей задачи. Вот. Ну, один из хороших примеров это как бы некие счетчики, об этом чуть попозже поговорим, то есть, через контекст, например, можно отправлять какие-то счетчики, там, например, мы что-то хотим посчитать. Вот. Соответственно, функция мапа, она вызывается для каждой пары ключ значения из input сплита, то есть сам сплит, он, естественно, тоже делится на пары ключ значения, вот, и каждый раз мы вызываем маппер для этих пар. Опционально есть две функции сетап, то есть, это можно считать как некие конструкторы и деструкторы, потому что в джаве нету конструкторов, ой, нету деструкторов, конструкторы есть, но как бы отдельно определили такие два метода, которые, вот метод сетап вызывается еще до работы маппера, то есть просто при запуске таска на ноде. Здесь можно, например, там, определить какие-то переменные, не знаю, открыть какие-нибудь файлы, соединения, еще что-нибудь, ну, то есть, как обычно, что-то, провести какую-то инициализацию, вот, и есть метод, собственно, clean up, это что-то похоже на деструктор, который вызывается при завершении работы всего класса маппера, то есть, после того, как все данные пары кивэлю будут обработаны и функция маппа перестанет запускаться, соответственно, вызывается функция clean up, в общем-то, операция тут обычно выполняются обратные операции, что в сетапе, то есть, закрытие каких-то соединений, в частности, это полезно, например, для работы с сетчбейзом. Соответственно, в редюсере API похож, то есть, также есть функции сетапа и клинапа, у которых смысл, в общем-то, тот же, что и у маппера, но параметры самой функции редюсера несколько отличаются. Отличаются они, в первую очередь, тем, что ключ мы также получаем как отдельную переменную типа, а значение у нас это вот будет некий список значений, которые в данном случае Java должен соответствовать, реализовывать интерфейс iterable, то есть, по которому мы можем итерироваться. Ну, в самом простом случае, это какой-то там, например, список, да, рейлист, то есть, мы по нему можем итерироваться. Вот. Собственно, это, ну, понятно, что это откуда приходит, в общем-то, это вот у нас на вход редюса подается один ключ и много значений, которые ему соответствуют. Поэтому мы по ним проходимся и при этом, ну, да, и что-то с ними делаем. Также передается, опять же, объект контекст, он как бы несколько отличается, потому что это для маппера и для редюсера объекты разные. Вот. Поэтому, собственно, тут явно указано, что это контекст от класса маппера, а это контекст от класса редюсера. Так. И ну, и опциональный класс партишнер, по сути, на самом деле, для того, чтобы его реализовать, нужно реализовать только одну функцию, которая будет отдавать номер партиции. На вход мы также получаем ключ значения и общее количество партиций, редюсеров, которые у нас есть. Дальше мы там в нем реализуем какой-то свой алгоритм. Не знаю, можем по первому символу, например, ключа брать, можем еще как-то. И, в общем-то, все. Результаты работы маппера записываются локально. то есть тут их как бы нету. То есть функция мапа она не возвращает. Вот. Она для того, чтобы мы захотели написать результаты, мы должны явно вот, кстати, я забыл, для чего используется контекст. Это, собственно, для записи результатов, используя объект, соответственно, контекста. Потому что далеко не факт, что для каждой пары, например, key-value, мы захотим писать какие-то результаты. Или, например, в каких-то случаях мы можем несколько писать, при определенном условии составить какое-нибудь дерево ифов, и в каких-то случаях писать, в каких-то не писать. Вот. Об этом сейчас чуть попозже. То же самое и в редюсере. Собственно, все эти функции, они ничего не возвращают в случае какой-то ошибки, здесь не указано, они кидают exception, то есть по умолчанию наш таск отвалится, перезапустится. Если этот exception постоянно повторяется, то есть определенное количество, которое задается раз, когда этот таск перезапускается. Ну и, соответственно, если это количество превышается, то мастер процесса понимает джоп трекер и зафейливает всю задачу. Это, кстати, может на самом деле случаться. Ладно. Так, пример того, как мы это будем реализовывать на джаве. Я уже показывал в предыдущий раз, но сейчас более подробно на всем остановимся. В общем-то, стандартный пример подсчет слов. Все очень просто. В псевдокоде есть как бы некий документ, который мы на вход получаем, есть его текст. Мы берем весь текст документа, проходим его там каким-то образом сплитим по словам, проходим по каждому слову, и в output пишем собственно слово и там единичку то, что это слово встретилось. В редюсере инициализируем как бы некую переменную нулем, проходим по всем собственно единичкам, которые пришли для данного документа слово. Вот. Итерируемся по нему. А, еще тут такое дело, что в реализации кстати MapReduce от Хадупа, ну, казалось бы, если у нас тут одни единички, да, и это какой-то список, можно было бы там взять какой-нибудь вызвать метод size, да, и который бы сразу нам вернул количество единичек, мы бы по нему не итерировались, а по сути это была бы как бы наша сумма. Вот. Но так нельзя сделать, потому что заранее неизвестно. То есть итератор реализован так, что он постоянно как бы читает данные, то есть он не знает, сколько в нем есть. Так. Собственно, начнем мы с реализации этой задачи, в первую очередь с конфигурацией. Для того, чтобы запустить задачу, нам нужно провести некоторые подготовительные работы. Подготовительные работы заключаются в следующем. В первую очередь, как я уже говорил, главный класс, мы создаем объект класса job. Создаем мы его не через new job, как там обычно мы привыкли все создавать, а через некую фабрику, которая нам вот собственно статический метод, сколько я помню, который нам отдает объект класса job в зависимости в общем-то от конфигурации, которую мы ему отдадим. и вот второй параметр это мы назначаем имя нашей задачи. Вот. Про конфигурацию getconf я не помню, я в прошлый раз говорил, нет. По-моему, когда мы HDFS обсуждали, там как бы про это было. То, что опять же есть там xml конфиги. Ну ладно, об этом тоже чуть попозже. Вот. По сути, все, что связано с этой задачей, оно будет использоваться, точнее, оно инкапсулировано в классе job, то есть там есть различные методы, которые надо будет вызвать. Вот. И также с помощью него, опять же, мы можем контролировать, насколько наша задача работает и каков ее прогресс. Собственно, после того, как немножко вперед забегаешь, чтобы выполнить вообще как бы наш код на кластере, мы должны его некоторым образом упаковать и отправить на name-node, ой, на job-tracker. Соответственно, упаковывается он стандартным способом, это jar-файл в java, то есть это как бы некий такой архив из скомпилированных классов, которые опять же объединяются в один файл и отправляются. Вот. Всей вообще отправкой, доставкой, там, обработкой опять же каких-то ошибок занимается сам framework map-редюсер этих классов, то есть тут программист только может либо увидеть, что все хорошо, либо увидеть, что произошла какая-то ошибка, например. Вот. И для того, чтобы опять же знать, какой класс нам как бы использовать в этой job, обычно используется, ну, сейчас будет понятно, то есть обычно мы в нашем классе, который определяет job, работаем с самим этим объектом, поэтому просто берем тот класс, то есть возвращает тот класс и имя, точнее, того класса, в котором мы работаем. Так. Второе, что нужно, как я уже говорил, сделать, это определить для задачи input, то есть input это некое место, откуда мы будем данные брать. Обычно, опять же, оно определяется, как некая папка в HDFS, откуда мы берем файлы, вот, но также это может быть просто файл, либо, например, как вот в прошлый раз я говорил, что для именования путей к файлам можно использовать различные мета-символы, то есть тем самым как бы эти файлы как-то отфильтровать. Соответственно, в любом случае, если это директория, то ее список, то есть когда потом мы будем работать с этой директорией, он преобразуется в список файлов, ну, то же самое и с шаблоном, это преобразуется в некий список файлов, которые соответствуют данному шаблону. Собственно, сам input у нас будет реализовывать, реализуется с помощью некого отдельного класса input формат, который отвечает, ну, по сути, это на самом деле насколько я помню, абстрактный класс, то есть на базе него как бы реализованы имплементации различных форматов, ну, самый распространенный это текст input формат, то есть тут в общем-то понятно, что просто мы работаем с текстом, то есть есть там бинарные, есть различные, например, файлы, которые работают с какими-то сериализованными уже данными, собственно, для этого нам нужно определить этот input формат, ну, то есть тем самым как бы этот отдельный класс будет отвечать, как нам файл бить, какие записи, как по нему потом идти, собственно, его читать. Вот. Ну, в качестве кода как бы все тут относительно просто, то есть мы, например, говорим, что мы используем текст input формат, добавляем ему, в общем-то, путь к входным данным, то есть на вход, опять же, передаем объект нашей задачи, и дальше там аргумент, который мы указали при запуске, то есть что, в общем-то, логично, чтобы не заранее его писать в код. Вот. И, как я уже на прошлой лекции говорили, как бы, есть отдельный объект path, который, в общем-то, определяет работу именно с файлами и с каталогами в HDFS. Соответственно, мы создаем объект этого класса, тем самым получаем входной input. Кстати, их можно добавлять несколько, по-моему, вот, различных. И второе, это, опять же, для объекта уже самой задачи, мы определяем имя класса, который будет использоваться для input формата, то есть, ну, в частности, например, текст input формат, вот, в Java, когда вот через точку вызываем класс, он отдает, соответственно, имя этого класса. именно как в качестве аргумента можно использовать. Очень удобно. Кроме, собственно, input, естественно, нам нужно определить output. Здесь, в общем-то, смысл тот же. Так, сейчас, секундочку, тут я, по-моему, что-то не все написал. А, это будет, по-моему, дальше. Основное, что тут стоит отметить, это нужно определить типы для выходных данных, для ключа и значений, собственно, для функции мапа и редюса. Таким образом, опять же, ну, об этом чуть немножко попозже, это как бы, есть специальные классы, которые соответствуют, по сути, являются оберткой, например, для, там, строки, для интеджера, там, для float и так далее. Вот, если мы знаем, что наши данные будут такого типа, мы с помощью, опять же, методов setOutputKey, setOutputValue класс, определяем типы, которые будут использоваться. Так, второе, вернее, третье уже, наверное, что нужно сделать при конфигурации задачи, это, естественно, определить классы, которые будут работать в качестве маппера и редюсера. Так, ну, вот, у нас, это я как бы взял из примера, который будет чуть позже, поэтому у нас мы определили заранее, как бы, даже реализовали классы wordCountMapper и редюсер одноименными методами их, собственно, определяем. Тут все очень просто, задерживаться на этом не будем. В общем-то, для комбайнера то же самое, ну, в частности, например, здесь мы используем класс, опять же, редюсера. И для того, чтобы запустить задачу, после того, как мы все определили, мы вызываем метод waitForCompletion. Здесь указывается параметр true, он говорит о том, что в процессе выполнения задачи вам, ну, то есть вы, естественно, запускаете, как бы, этот код в консоли, например, да, то есть скрипта, соответственно, он в стандартный output будет вписать прогресс выполнение самой задачи. Если это не нужно, ставим здесь false, как бы он будет там потихонечку работать, ничего писать не будет. Но это можно будет отслеживать, опять же, через веб-интерфейс. И этот метод возвращает, в общем-то, boolean, то есть true в случае успешного завершения, false в случае неуспешного. Тут стоит отметить, что этот метод блокирует выполнение вашего кода, то есть, поэтому пока он что-то не вернет, в этом потоке мы ничего делать не можем. То есть это либо его как-то распараллеливать потоком, например, если нам нужно, либо есть еще альтернативные варианты. Так, в общем-то, перейдем к... А, ну, в общем-то, это то же самое, что вот я все описывал, только это в общем виде. Да, то есть, по сути, если, кстати, кто-то программировал на C-Sharp, но не на Java, то есть тут все очень похоже, на самом деле. То есть синтаксисы у них похожие. В частности, мы определяем один общий класс, называем его там WordCountJob, который, ну, пока не будет останавливаться, но, по сути, там наследуется от... должен наследоваться от класса Configured и там реализовывать интерфейс. Но это, в общем-то, нужно для запуска. Это все ходупные классы. То есть это мы просто пока принимаем на веру. Соответственно, метод run, ну, обычно он вызывается... Кстати, тут он... А, есть. Вызывается из функции main, то есть main это, в общем-то, основная функция, точнее, метод класса, который запускается первым при вызове, при запуске этого класса, например, в консоли. Соответственно, из функции main мы вызываем функцию run, а run, в общем-то, она... что она делает? Она создает объект job, в общем-то, все методы, которые там были, я рассказал отдельно. После реализации, после конфигурирования самой задачи через объект job мы запускаем метод job wait for completion. Соответственно, после того, как job отработает, она что-то вернет, вернет она это, всю эту функцию main. Main, вот, собственно, для того, чтобы, как бы, такой более удобный способ запуска класса в Hadoop через toolrunner, то есть такой утилитный классик, который позволяет, в общем-то, создать объект класса и передать ему аргументы. После этого, после того, как он отработает, получаем код выхода, его возвращаем в систему. Тут, я думаю, все просто, все понятно. Так, ну, конфигурация это хорошо, но, как бы, кроме этого, нам нужно реализовать, соответственно, мапперы, функции маппера и редюсера. Точнее, даже не функции, а в реализации Hadoop фреймворка это классы, в которых есть соответствующие функции. Вот. Как я уже говорил, мы должны определить типы, которые будут использоваться для входных и выходных пар ключ-значения. Для этого, поэтому классы маппера и редюсера обычно являются, ну, то есть, на базе которых они, мы реализуем свой класс, они являются дженериками, шаблонными, то есть, шаблонными, скажем так. Ну, я думаю, наверное, C++ многие знакомы, вот, поэтому, знаете, что такое шаблоны. Собственно, для каждого параметра, в общем-то, мы передаем, мы при, точнее, при компиляции указываем тип, который будет использоваться, соответственно, ну, все это, все типы используются из пакета work-a-patch Hadoop.io, то есть, это все, что связано именно с input-output, output-ом. Основное, что это надо, это чтобы в классе, в этом маппера должен быть реализован метод map. Ну, как я уже показывал, на map, в общем-то, передается пара ключ-значения и объект, контекст. Вот контекст, да, в основном он в первую очередь, конечно же, используется для записи в output новой пары ключ-значения, которые мы хотим передать на редюсер. Дальше работа со счетчиками это отдельно, расскажу. И еще можно использовать для отображения статуса таска, это удобно, когда мы смотрим список всех тасков, например, веб-интерфейсе для данной задачи, там, обновляем страничку, там, можно какой-нибудь прогресс показывать, например, выполнение, если мы знаем примерно заранее, сколько он будет длиться. Вот, теперь реализация. Опять же, берем наш пример wordcount, так как реализация, ну, сам смысл простой, поэтому на нем и реализация выглядит несложной. в общем, в общем, значит, маппер у нас, сам класс абстрактный, это generic, то есть мы передаем, точнее, минициализируем его четырьмя различными типами, то есть, в частности, long-writable это ключ inputа, текст это значение inputа, тип текст, тип, затем, следующий тип текста это значение output, ключа для outputа, и infritable это значение для, вернее, это тип для значения для outputа. Вот, ну, как бы логично, потому что в output мы пишем, собственно, само слово, и там сколько раз оно встречалось, ну, по умолчанию мы пишем единичку. Вот, тут мы сразу определяем, как бы, значение, которое мы будем писать в output, чтобы его постоянно не создавать как бы новый объект, просто один раз его создаем, потому что оно у нас не меняется в маппере, да, то есть просто создаем новый int-writable. Зачем, как бы, сделаны отдельные классы, почему не использовать просто int, там, или integer стандартный джавовский, да, об этом я расскажу, то есть это, по сути, обертки над ними. Вот, то же самое класс текст, это обертка над, собственно, стандартным классом стринг из джавы, но так у нас будет меняться, то мы просто создаем переиспользуемый объект этого класса. Затем определяем, собственно, функцию мапа, которая, вот, в общем-то, на вход принимает long-writable в качестве ключа и текст. В качестве ключа, так как, напомню, мы формат входных входных данных используем текст input формат, он разбивает наш текст на строки и в качестве ключа, в общем-то, сколько я помню, используется номер строки, а в качестве, собственно, значения это, собственно, сама строка. Ключ нам здесь, как бы, номер строки и там, положение в файле не нужно, поэтому мы просто этот ключ не используем. Вот, нам нужно значение, так как это целая строка, мы хотим его разбить на, разбить ее на слова, для этого мы используем некий там стандартный класс string tokenizer, который там по умолчанию, по пробелам и табуляции разбивает, собственно, сам текст на отдельные слова, то есть вот. Вот тут стоит отметить, что, опять же, для того, чтобы string tokenizer мог принимать на вход объект типа string, да, то мы от объекта типа текст берем метод, который определен, который преобразует текст, собственно, в string стандартный. Затем, так как это объект, по которому можно итерироваться, есть специальный метод, который говорит, что у меня еще есть там токены, ну, в данном случае это будут слова, то есть, соответственно, мы по нему проходим, получаем каждый раз новое слово, вот, и определяем, в общем-то, ключ, который у нас будет, это текст, да, ой, слушайте, я здесь ошибся, по-моему, да, здесь, ну, то есть, вот, либо здесь как бы должен быть текст, либо здесь, здесь должен быть word, ну, понятно, да, то есть, как бы, считаем, что здесь там текст, например, соответственно, мы определяем ключ, как есть отдельный метод, то есть, чтобы не пересоздавать каждый объект заново, мы просто изменяем его значение, соответственно, заинициализируем его тем словом, которые мы взяли из токенайзера, ну, и, в общем-то, для этого, для того, чтобы записать в output, мы используем объект класса контекст, ой, контекст, и у него используем метод, в write, все очень просто. В редюсере для реализации класса редюсер используются те же четыре generic параметра, ну, те же, в смысле, тоже четыре, но не те же, конечно же, они будут немножко отличаться, в частности, они, вот, например, input key и input value, они должны соответствовать, соответственно, output key и output value из маппера, очевидно, почему, соответственно, так как у нас, опять же, происходит группировка по ключу каждой пары key value, то мы для каждого ключа получаем набор значений, ну, по сути, это значение, по которому можно проитерироваться, вот, весь input, который приходится на отдельный редюсер, он уже отсортирован по ключу, ну, если мы не переопределяем компаратор, то он отсортирован, собственно, в байтном порядке, вернее, не в байтном, а в соответствии, с реализацией типа ключа, который мы используем, да, то есть, там, надо будет переопределить метод для сортировки, и, как бы, стоит отметить, что сортировка, вот, значения, которые соответствуют данному ключу, она не гарантируется, то есть, они не отсортированы, они могут, например, на одних и тех же данных, при нескольких разных запусках одной и той же задачи, он может отличаться, этот порядок, потому что это все зависит от того, как там оно скопируется, что быстрее отработает, какой маппер быстрее отработает, и так далее, то есть, для того, чтобы их отсортировать, если вам это нужно, нужно либо, как бы, переделать несколько схем, чтобы они, например, были не значениями, а ключами, либо для начала все прочитать и потом уже отсортировать стандартным способом в памяти, например, все, если это позволяет, конечно. Ну и, собственно, контекст используется для тех же целей объект. Вот. Реализация редюсера еще проще, то есть, также мы наследуемся от абстрактного класса редюсер, который принимает четыре дженерик-типа, собственно, это input и key value и alt key value. В данном случае не одинаково, и просто так у нас совпало. И, 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 да, на вход у нас ключ. Соответственно, тут все просто, мы инициализируем как бы некую перемену, которая считает нам количество вхождения данного слова, сумму, итерируемся по значениям, которые являются, собственно, реализуют интерфейс durable. Вот. Ну, я как бы сделал так, то есть, просто через такой форыч. Каждый раз мы при итерации мы получаем значение, соответственно, из значения получаем число. Тут оно, на самом деле, автоматически преобразуется в стандартный int. вот. И в итоге для каждого слова, то есть, для каждого ключа мы, тут, кстати, тоже можно сделать оптимизацию, на самом деле, вынести, сделать этот объект глобальным и его только каждый раз переинциализировать. Это, кстати, хорошая оптимизация, особенно, когда мы множество раз в рамках одного процесса, одного, например, редюсера или маппера вызываем context write, чтобы каждый раз не создавать новые объекты, что для Java не очень хорошо, когда их становится много, потому что начинает работать активный garbage collector. Вот. И можно использовать один объект и его просто переинициализировать. Это такой best practice. Reduce. Ну, как я уже сказал, да, то есть, в данном случае можно использовать в качестве редюсера, в качестве комбайнера редюсер. стоит отметить, что, опять же, кстати, если мы хотим использовать комбайнер в качестве, вернее, редюсер в качестве комбайнера, то надо, чтобы у него типы данных на вход и на выход совпадали. Иначе не получится. То есть, иначе мы должны писать уже отдельный комбайнер. как я уже говорил, что фреймворк MapReduce не гарантирует, сколько раз этот раз комбайнер вызовется, может, ноль, может, там. Поэтому, опять же, рассчитывать на какое-то, что каждый раз у нас будет вызываться комбайнер после маппера не стоит. Вот. Основная это его задача только нужна именно с точки зрения оптимизации. как не сложно заметить, кстати, что, опять же, если мы уверены, что нам хватит памяти, в общем-то, сам этот комбайнер можно реализовать на стороне самого маппера, просто агрегировать значения сначала в память, а потом их уже агрегированные писать сразу все в output. Вот. Но тут есть гарантия, вернее, есть вероятность того, что памяти не хватит, поэтому придется, например, проверять, сколько памяти осталось. Комбайнер это упрощает, то есть, но с другой стороны мы им не особо можем управлять. Так. Немножко про типы данных, собственно, которые используются, вот, как я уже говорил, в различных частях, в частности, в MapReduce. То есть, ну, начнем, наверное, с двух интерфейсов. первые это интерфейс Writable. Все, в общем-то, данные, которые передаются, например, от маппера к редюсеру, они должны быть типы, которые реализуют этот интерфейс. Соответственно, они должны реализовывать метод для сериализации и для десерилизации данных, которые передаются, потому что все это может передаваться по сети. Вот. Если мы хотим... А, Writable причем можно использовать... Точнее, он должен реализовываться как для ключа, так и для значений. Если же мы хотим использовать именно в качестве ключа, тут возникает, появляется дополнительный интерфейс, Writable Comparable, в который все ключи должны реализовывать его. То есть они... Просто Writable им будет недостаточно. Собственно, это связано с тем, что ключи у нас артируются, поэтому в интерфейсе Writable Comparable есть метод, который нужно реализовать, который, собственно, отвечает за порядок ключей. Ну, по сути, компаратор. Ну, и, как я уже говорил, есть конкретные готовые реализации по основным всем типам уже во фреймворке Hadoop MapReduce. То есть тут ничего делать не нужно. И еще один такой отдельный тип, которых стоит отметить, это sequence files. Sequence files это, по сути, реализация такая класса для абстракции работы с бинарными файлами. Много он где используется, то есть, например, если какой-то ни один из классов не подходит, либо мы хотим, например, уже как данные в каком-то все реализованном виде сохранить, мы можем их писать в sequence files. они опять же ну да, поверх них как бы есть тоже отдельная реализация, но это на самом деле такая уже более глубокая тема, то есть тут надо либо смотреть в API, либо в книжке, но просто нужно знать, что такая возможность есть. следующий момент это когда мы хотим все-таки реализовать какой-то тип, например, первое, что обычно требуется, это например реализовать какой-то такой сложный ключ, композитный какой-нибудь, то есть когда у нас с одной стороны в ключ может входить текст, с другой стороны еще и какой-нибудь например там число, ну в частности какой-нибудь ранг например, здесь может быть URL, а это может быть его ранг. Казалось бы самое простое решение это использовать просто текст, но задавать его через какой-то разделитель. Пусть будет это двоеточие или еще какой-то разделитель будет сложный. В принципе решение рабочее. Можно делать и так, единственное если мы потом захотим еще как-то надо будет еще добавлять в разделитель. Есть вероятность того, что мы не совсем удачно выберем такой разделитель и он может совпасть с тем, который есть уже в тексте. Тем самым мы неправильно посплитим собственно сам ключ. Ну и вообще это не очень правильно, некрасиво. поэтому есть более сложный скажем так правильный способ это реализовать собственно свой тип данных то есть в частности если нам нужно только значение то мы реализуем только метод интерфейс writable если это еще и может быть ключом то writable comparable и в общем-то для его реализации нужно просто реализовать соответственно эти методы по сути все заключается обычно в том что в самом этом классе мы делаем два отдельных поля и уже в этих методах с ними как-то работаем все собственно нужно по сути этот метод будет отвечать за сериализацию а этот за 10 реализацию то есть по сути как бы вот ну а если мы еще хотим чтобы это был ключ соответственно реализуем компаратор тут казалось бы все продолжим значит насновились еще такое понятие как input split ну в общем-то тот сплит который есть в общей схеме он также здесь реализуется в виде там отдельного класса который нужно будет реализовать например когда мы хотим сделать какой-то кастомный сплит собственно для чего это нужно потому что все в зависимости от типа там файла который принять типа данных которые лежат в файле мы хотим их сплитить на какие-то части то есть чтобы границы были в соответствии с данным форматом ну простой пример соответственно это либо файл мы читаем например построчно либо мы можем читать данные из базы данных соответственно должны тоже каким-то образом сплитить сам результат который нам приходит из базы вот основной момент это то что каждый экземпляр маппера то есть процессы на котором выполняются маптаски он обрабатывает только один сплит то есть ну а функция соответственно маппа она уже в рамках этого сплита обрабатывает одну запись состоящую из соответствующей key value соответственно если этот маппер там зафейлиться то нужно будет пере переобработать только вот тот сплит который был на этом маппере ну и в общем-то уже есть в рамках ходу по готовые реализации сплитов то есть самый там стандартный файл сплит table сплит опять же файл сплит он будет учитывать размер блока тем самым например позволяя границы блока вернее границы сплита как бы чтобы они соответствовали границам блока в хдф сплит собственно этого сплита как я уже показывал в коде мы должны определить input формат то есть для чего нужен этот input формат опять же в зависимости от формата входных данных уже то есть на самом деле этот input формат он создает эти сплиты то есть ну если посмотреть на код то есть этот метод ну точнее это абстрактный класс input формата которые должны реализовать те классы которые уже содержат какую-то реализацию тут два основных метода это собственно getsplits которые возвращают список самих сплитов и второй метод это create record reader record reader это по сути тот класс который будет идти по этим сплитам и отдавать нам данные на вход собственно нашего маппера ну тут да так все сделано как бы с точки зрения неких абстракций но с другой стороны в принципе довольно удобно именно с точки зрения расширения и реализации каких-то вещей которые в процессе опять же эксплуатации возникает и нужны только вам например какой-то кастомный формат который нужно например обработать через map reduce соответственно стандартные input форматы самый понятно простой вернее самый часто используемый это текст input формат по сути представляет собой как мы видели пару ключ значения где ключ это long а значение текст над ним реализован такой еще интересный формат как inline input формат то есть если в текст input формате мы получаем только одну строчку то здесь мы на самом деле можем задать сколько строк мы хотим чтобы нам сразу приходило ну бывает это тоже удобно например db input input формат ну тут ясно что это чтение данных из различных революционных баз данных честно говоря с ним не работал не могу точно сказать вот один из тех форматов которые практически все время используются с hbase мы работаем с hbase об этом отдельно будем говорить это в общем-то table input формат который опять же в качестве ключа у него такое страшное название иммьют был байт в рай то то есть это на самом деле ключ который содержит некий массив байт который нельзя изменить вот ну и интерфейс собственно в рай то вот и в качестве значения это объект резалт который содержит все поля которые соответствуют данному ключу по той выборке которую мы запросили из базы данных стрим это по-моему используется для стриминга собственно это когда мы не используем джаву вот и как вот говорили опять же есть секенс файлы и для работы с секенс файлом есть отдельный секенс файл и input формат еще я кстати забыл сказать что ну по умолчанию все данные все результаты map reduce задач если это не настроено отдельно по умолчанию этого нету по-моему они пишутся в несжатом виде в хдфс вот первое что можно сделать это на уровне джоптрекера настроить что все данные по умолчанию будут сжиматься каким-то кодеком и писаться уже в хдфс в сжатом виде второе мы можем опять же каждый input вернее output формат ну немножко забежал вперед но не суть я к тому что вот в общем для каждого output формата можно определить что его собственно результат будет сжат и каким кодеком стандартные кодеки собственно zip лзо что там у нас за 4 так и а в общем-то к чему это к тому что часть input форматов оно по умолчанию поддерживает сжатые файлы и как бы автоматически их будет распаковывать когда мы их будем например считывать в map reduce что в общем-то удобно так ну да output формат в общем-то там суть та же там надо реализовать интерфейс output формат тут он определяется двумя дженериками собственно типами это типы для ключа и значения которые они есть основная его задача это во-первых проверить то что куда он будет писать это существует но обычно это какой-то путь в HDFS точнее тут даже как он проверяет что такой например папки не существует тогда он ее автоматически создает кстати тогда вот мы говорили про HDFS то есть когда мы создаем папки она там сразу весь как бы этот путь создает а если эта папка уже есть то по умолчанию MapReduce будет ругаться и скажет что эта папочка уже есть и писать туда не надо и собственно кинет exception в общем-то этим занимается output формат вот также по аналогии с record reader создается объект реализованный поверх record в writer который в общем-то непосредственно занимается тем что пишет файлы вернее пишет данные в файл а еще работает так называемый output committer этот класс отвечает за то что если по какой-то причине у нас например таск отвалился да что нужно за собой почистить то есть то что record в writer написал чтобы оно не оставалось а вот output committer он как бы это проверяет и либо соответственно подтверждает что данные должны остаться либо потом удаляет это кстати очень удобно ну и в общем-то стандартные реализации которые идут в хадупе это также для текста для работы с базами данных с hbase вот еще интересный так называемый map file output формат есть такой тип файла в hdfs как map file ну из названия можно предположить но в общем-то оно так и есть что это по сути реализация структуры мапа то есть некий такой уже просто ключ значения но на уровне файла вот собственно есть отдельный формат который позволяет писать ну sequence file понятно а вот еще есть такой интересный формат как null output формат казалось бы зачем он нужен ну он и в африке ну вот и что нам писать эти нулы но иногда как бы например нам нужно писать какие-то данные где мы хотим не кивали писать например только ключ или только value но фреймворк требует чтобы мы определяли то и другое поэтому есть такой нул который ничего не пишет ну и собственно для определения как бы этих форматов есть соответствующие методы при собственно конфигурации задачи мы их используем так немножко подробно остановимся в общем-то про процедуру про которую уже говорили это shuffle и sort напомню напомню что это та фаза которая начинается после того как отработал маппер и заканчивается тем когда запускается редюсер для чего в общем-то все это нужно ну с одной стороны это нужно чтобы у нас было сортировано правильно и объединены данные с другой стороны чтобы это все было реализовать достаточно эффективно так тут я наверное буду сейчас переключаться у нас помню даже картинка есть на эту тему отлично значит начнем по порядку с маппера на стороне маппера свои свой output он пишет в так называемый циклический буфер который находится в памяти размер его естественно можно сконфигурировать после того как размер данных заполненных памяти превышает этот предел соответственно данные скидываются так называемый спилт разбрызгиваются раскидываются перевести на диск почему значит они так разбрасываются потому что разбрасываются они в общем-то на разные такие спилы да затем происходит в общем-то операция мерджа то есть объединение этих собственно спилов в один такой большой файл как я на той схеме мы видели что каждый спил будет соответствовать тому редюсеру на который потом эти данные пойдут вот и как раз таки на этой фазе когда происходит мерч этих кусочков работает функция комбайнера вот то есть тут по сути ведь это получается такой промежуточный редюс то есть у нас уже есть результат маппера вот тут мы их можем например объединить агрегировать вот соответственно затем собственно в стандартной ситуации каждый редюсер начинает копировать те данные которые нужны ему то же самое на маппер обращаются другие редюсеры а с другой стороны этот редюсер копирует с других мапперов в итоге себе он все это скопировал в виде опять же промежуточных отдельных файлов и после этого да тут кстати стоит отметить что в рамках как бы вот этих файлов ну и соответственно здесь да все кивэлью отсортированы по ключу вот то есть для того чтобы для того чтобы редюсер уже получил конечные данные так как он получает их все опять же в отсортированном виде нам достаточно просто произвести ну сортировку слиянием тут даже не полноценная сортировка а как бы уже конечная как бы ее фаза там конечно и как бы есть ряд оптимизаций что он не сразу все сливает как бы тоже частями там вот для уменьшения накладных расходов особенно когда данных много вот но в итоге все это тот кусочек данных составленный из различных спилов с различных мапперов он в итоге получается весь отсортированный приходит на редюсер так ну и чуть-чуть как бы как мы запускаем нашу задачу это наверное более подробно сейчас у нас будет в конце практическая часть Михаил об этом расскажет но наверное как бы уже пробовали в общем-то тут скорее как бы хочется просто рассказать про параметры то есть ну вот на новом у нас настроен кстати на нашем кластере в лаборатории уже ярм то есть да это как раз таки реализация вернее там мапридюс работает через ресурс менеджер поэтому для запуска задачи на ярм используется там команда ярм ну это собственно это стандартный там скрипт который идет вместе с дистрибутивом хадупа вот соответственно в качестве команды например здесь используется там jar и мы передаем как бы некоторые параметры на эту команду и указываем имя jarника и там класс который мы запускаем вот при этом в качестве параметров можно указывать как конфигурационный файл я вот что-то забыл я кстати хотел пример привести ладно ну собственно сейчас напишу потом в качестве значит опции основных мы можем использовать например какой-то свой конфиг то есть какими-то параметрами которые мы определили мы соответственно их указываем этот конфиг в том формате xml который используется вообще для конфигурации всего хадупа и собственно эти свойства будут либо переопределены переопределены если они уже были в конфигурации в стандартной кстати там тоже не так все просто можно сделать так что часть свойств нельзя переопределять ну потому что как бы в силу того что они носят системный характер например или мы хотим как-то ограничить пользователей в свободе своих действий вот но по умолчанию да они будут переопределяться и мы потом к ним будем иметь доступ опять же из файла из класса типа configuration уже в коде вот если мы не хотим составлять вернее делать какой-то файл либо не очень любим их сомель вот мы можем напрямую как бы это свойство ее значение указать через ключ ключик д да в общем-то по сути то же самое указывая много раз там различные типы различные свойства в итоге они все также передадутся в общий конфиг кроме всего прочего можно указать переопределить ну ты не знаю сделали отдельным параметром хотя да это можно сделать опять же через свойства конфига указать по умолчанию вот этот ури файловой системы которая используется то есть это либо HDFS либо локальная файловая система и также очень полезная вещь это файл да то есть это параметр файл который определяет возможность точнее дает нам возможность с нашим кодом еще отправлять какие-то файлы которые потом будут например использоваться ну это может быть какой-то наш там отдельный конфиг либо это может например быть какой-нибудь там словарь который мы хотим чтобы в каждом маппере функции мапа мы его могли использовать так как вся система работает распределенно да то есть мы с одной стороны либо можем его положить в HDFS и каждый раз читать оттуда вот либо можем вот через так называемый distributed cache то есть это распределенное кэширование ну файлов именно на диске этот файлик там или несколько файлов скопируется рядом с кодом выполнения нашего таска на той ноде где он будет выполняться мы также можем просто локально прочитать довольно таки удобная штука и много в общем-то где используется ну и ко всему прочему таким же образом мы можем скопировать какие-то джарники которые например мы хотим использовать при выполнении нашего таска то есть вернее какой-то ну какой-то код который там реализован так немножко про то как вообще как бы отлаживать приложение в хадупе особенно в мапредьюсе сразу скажу что не знаю может быть конечно сейчас уже и появились новых таких стандартных средств на самом деле таких глобальных нету основная проблема в том что это приложение у нас будет распределенным то есть когда возникают какие-то проблемы с одной стороны мы должны во-первых понять на каком сервере это происходит либо что-то работает не так вот и каким-то образом попытаться локализовать проблему перезапустить только на этом сервере это тоже довольно проблематично опять же нужно понимать на каком там кусочки данных это воспроизводится вот отдельный вопрос как там мерить производительность профилировать то есть тоже не не все так просто вот и в общем ну стандартный такой способ это конечно если мы знаем что где-то у нас происходит какая-нибудь ошибка постараться все это скинуть в output и возможно мы что-то поймем вот кроме всего там стандартного println можно использовать отдельный класс логгера по умолчанию в ходу во всем ходу используется лог 4J такой стандартный логгер для джавы ну в общем-то он удобен тем что там кроме использования различных модификаторов можно задавать уровень логирования и манипулировать там через переменное окружение но проблема как бы с этим может быть в том что когда данных много и например там не знаю вводить везде в output ключ когда у этих ключей может быть там сотни миллионов не очень как бы хорошая будет идея потому что этими логами мы загадим все наши все наше место которое у нас есть такие случаи бывают неопытные разработчики когда приходят начинают писать все в лог они видимо считают что лог где-то хранится не знаю в пространстве а не на жестких дисках вот и при этом при этом еще кстати стоит отметить что он не просто хранится во время выполнения задач он еще потом хранится после того как задача отработает какое-то время для того чтобы ну как бы это сделано конечно в лучших целях чтобы люди имели к нему доступ например через архив там и посмотрели что там было раньше это конечно все настраивается по времени хранения но с этим не стоит слишком усердствовать поэтому желательно логировать только то что нам нужно вот вторая вещь полезная это так называемые счетчики ну казалось бы что там взял посчитал вывел вот но счетчики тут такие хитрые они позволяют в рамках например определения какой-то группы имени счетчика иметь общий счетчик для всех тасков то есть общий счетчик в рамках одной задачи то есть такой распределенный счетчик его можно инкрементировать декрементировать нельзя вот можно инкрементировать на какое-то количество там единичку или больше счетчиков в принципе тоже может быть довольно много но имеется как бы разных счетчиков то есть разных по названию но тоже надо с этим быть очень аккуратным потому что все счетчики они хранятся в памяти у джоптрекера в итоге память не резиновая если счетчиков будет миллионы то память закончится но это такое полезное средство с одной стороны для отладки с другой стороны для сбора просто какой-то статистики по задаче которые вы там работаете то есть например если вам надо что-то посчитать какое-то количество записей можно просто использовать счетчики вот и на самом деле программирование в хадупе оно не настолько сильно там отличается от обычного программирования поэтому желательно не писать тысяче строчные методы мапа куда там все запихивать подряд а все-таки тоже каким-то образом разделять сущности на классы выносить стандартные вещи надеюсь вам об этом рассказывали вот и опять же для поддержки кода для тестирования все как бы лучше инкапсулировать каким-то образом выносить тем самым там не знаю создавать отдельные библиотеки то есть этот код будет поддерживаемый и довольно легко тестируемый то есть тестировать уже можно только какие-то именно этот код самой задачи на работу с определенными данными вот отладка вообще как бы именно самих задач такая отдельная тема не знаю может быть ее коснусь в следующих лекциях потому что есть разные варианты как можно отлаживать локально вот наверное но сегодня об этом не поговорим и у нас еще вот есть немножко времени прежде чем мы займемся практикой поговорим про стриминг скажу так что ну так как наверное у меня больше практики вообще как бы у нас так в основном народ работает с джавой ну то есть пишет какие-то задачи на джаве то там я небольшой специалист по стримингу вот тут Михаил больше расскажет у нас в основном да какой-то из-за того что наверное некоторые такие специализированные паттерны использования каких-то данных нам проще писать все на яве даже те люди которые приходят они не знают джаву через какое-то время все равно начинают на ней писать такая мы их подсаживали поэтому но в любом случае стриминг это полезная вещь опять же для какого-то как минимум быстрого например прототипирования получения какого-то результата собственно идея очень простая для в общем-то обмена данными используется стандартный вот вывод в юниксе тем самым писать задачи для мопредюсера на стриминге можно практически на любом языке программирования который его может работать со стандартным input output и наиболее часто все-таки он хорошо работает с текстом поэтому наиболее часто его используют для какой-то обработки все-таки текста потому что по-моему писать какие-нибудь кастомные input форматы output форматы на стриминге нельзя для этого все равно придется их реализовывать на java на стриминге указывать как при запуске собственно самого скрипта на стриминге несколько мне кажется неудобно но опять же если есть какой-то не знаю аллергия на яу или желание на ней писать то тоже можно попробовать ее избежать вот ну и на мой взгляд самая такая хорошая вещь это что-то быстренько накидать на каких-то там текстовых данных посмотреть посчитать собственно идея там вся такая же нам также нужно будет реализовать отдельные функции мапа редюса единственное отличие в том что на вход они в общем-то данные будут получать через стандартный вот в частности мап соответственно данные по умолчанию как бы текстовые обрабатываются построчно то есть нам нужно будет еще разобрать их вот и в output маппер точнее функция мапа пишет пара ключ значения опять же по умолчанию разделенные символом табуляции насколько я помню это можно изменить тем самым как бы редюсер также на вход через стандартный вот получает данные вот они уже отсортированы по ключам что радует и то же самое в output пишет пара ключ значения в общем наверное как бы лучше один раз увидеть поэтому такая простая реализация вордкаунта на питоне будет выглядеть примерно так это маппер то есть тут мы как бы на вход получаем строку соответственно сплетим ее по пробелам и считаем что это будет слова ну и в качестве ключа используем как бы то что мы считаем словом в качестве значения через табуляцию пишем днечку в качестве редюсер выглядит несколько более сложным но все равно в общем-то тут та же самая схема работает то есть мы сначала инициализируем как бы нашу пару соответственно получаем ключ значения из input разделенные по табу дальше единственное а тут отличие стриминга в том еще что значение у него это не некий как это кортеж данных как вот например в яве да а уже отдельное значение поэтому тут придет много пар ключ значения у которых например будет ключ одинаковый собственно для этого мы проводим эту проверку вот тем самым как бы считаем сумму то есть накапливаем когда у нас ключ меняется мы то есть когда у нас последний ключ мы соответственно считаем общую сумму и дальше выводим ее в output вопросики все понятно отлично самое прикольное то что можно очень просто протестировать вот стандартным собственно способом то есть берем какой-нибудь там тестовый файлик через пайп его кидаем на наш маппер сортируем и то же самое кидаем на редюсер вот запуск стриминга задачи как бы несколько сложнее потому что здесь нужно указать опять же с другой стороны скорее нет нужно также указать отдельный джарни который используется для стриминга уже готовый в хадупе есть указываем там имя нашей задачи собственно через опять же через distributed кэш о котором я говорил копируем наши файлики с реализацией маппера и редюсера вот определяем собственно данные для входных данных место куда складываем выходные данные определяем маппер и редюсер в рейк какие будут использоваться опять же откуда брать функции для маппера редюсера и комбайнера ну и все пускаем смотрим работает вот это наверное тоже одно из преимуществ стриминга то что ну и вообще как бы питона над явой то что тут я даже на самом деле вырезал чтобы влезло как минимум кода будет меньше на таких даже игрушечных задачках на больших естественно еще меньше ну тут кто бы сомневался отладка стриминга также можно делать через счетчики обновлять статус самого таска это в общем-то реализуется несколько таким хитрым способом мы должны стандартный поток ошибки написать некая закодированную фразу которая потом разберется собственно состоит она из определенного такого формата где нужно там указать имя группы счетчика имя счетчика и насколько мы его увеличиваем вот ну собственно схема та же что и в Яви только не через красивый вызов различных методов а просто в текстовом виде так ну по теории наверное на сегодня все вот не знаю кто-нибудь открывал или нет но я настоятельно рекомендую посмотреть все-таки эти книжки соответственно по мапредюсу в хадуп элефант бук есть много всего интересного в частности основные три главы то есть здесь основа мапредюса здесь более подробно рассказано как в общем-то разрабатывать приложение и здесь опять же в отдельной главе описаны вот типы и формата данных которые есть в мапредюсе вот ну и в общем-то более сжатое изложение информации это книжка опять же по обработке текстовых данных через мапредюс есть отдельная глава там как бы все это так сжатенько можно посмотреть как бы здесь все это более подробно здесь основные моменты так ну наверное по лекции все если еще остались какие-то вопросы могу сейчас ответить могу потом то